Повторный захват административных зданий, применение митингующими огнестрельного оружия, гибель правоохранителей. Ответственность за кровопролитие лежит на представителях оппозиции, уверен Владимир Агатий. Вот эта точка невозврата однозначно. В любой стране мира за правоохранителя, если они захватили в плен правоохранителя, значит эти ребята террористы. А с террористами нужно действовать как с террористами. Мы реально чего боялись, о чем говорили о Ливии, о Сирии. Мы это видим в Киеве. Мы видим опять, как эта толпа бесчинствующая, которая никем не управляемая, пошла уже на захваты администрации районных, областных. Насилие и беспорядки в Киеве – заранее спланированная акция оппозиции. Так считает большинство депутатов Донецкого городского совета. Игорь Пономаренко уверен, сегодня оппоненты власти не контролируют ситуацию в Киеве. Как можно вести переговоры с вооруженными людьми, которые занимаются убийством? Какие могут быть переговоры? И те люди, которые организовали это, уже не владеют ситуацией. Они уже не контролируют данный процесс. Но болезнь лечить – это хорошо. Но нужно найти корень этой болезни и причину. А причина – это в тех, кто стоит из трибуны, прикрываясь своим депутатским майданом, людей бросают на мясо. Кроме этого, депутаты заявляют, виновных в беспорядках нужно привлечь к ответственности и наказать по всей строгости закона. Власть выполнила все требования, связанные с амнистией. Всех отпустили, все на свободе. Новая волна. На сегодняшний день я считаю, что это уже не мирные демонстрации. Это уже преступление. Необходимо договариваться между властью и оппозицией. Поджоги, ранены и погибшие правоохранители. О таком исходе событий в столице оппоненты власти знали заранее, уверен Сергей Ильин. Сейчас главная тактика нашей власти, леитимной власти, это мягкое давление на бунтовщиков, то есть пресечение резких попыток вылазок бандитских, которые были вчера, и мягкое давление на тот майдан, который остался. То есть сейчас для Виктора Федоровича самое главное, на мой взгляд, это не быстрое подавление того, что сейчас осталось, а не допустить больших жертв. То есть он президент всей страны, он это доказывает своим поведением. Прогноз ресурсу Майдана небольшой. Я думаю, нам нужно где-то 2-3 недели власти, чтобы удержать страну от сваливания в штопор гражданской войны. По мнению Сергея Богачева, к наведению порядка в стране нужно подойти комплексно, в числе методов зачистка территории Майдана от радикальных сил, а также переговоры с членами оппозиции. Активисты свободы правого сектора в Ивано-Франковской области перешли из города в районы, в населенные пункты. Они вытаскивают на улицы членов партии регионов, требуют публично отречься от членства в партии. Тех, кто не соглашается, оставляют привязанными к столбам. Удивительно, что при этом страны Евросоюза обвиняют в этом руководство страны, президента страны. Секретарь городского совета добавил, мировому сообществу предстоит разъяснить ситуацию в Украине. Для этого необходимо наладить диалог с Евросоюзом и США. Светлана Киксова, Кирилл Иванов, Панорама.